Монте-Сори Здесь отсутствуют соревнования между детьми, ведь у каждого свой природный ритм. Никому даже в голову не приходит сравнивать достижения малышей. Учителя заметишь не сразу, он вовсе не руководитель и не центр класса. Педагог является наставником, он не навязывает ребенку какое-то пособие или какое-то занятие, чем он хочет заниматься, а именно следит за ребенком и помогает ему в выборе этого пособия и помогает ему реализовать себя в нем. Если педагог видит, что ребенок справляется с этим заданием сам замечательно, то он как бы и не мешает ему. А если ребенок затрудняется, то педагог у него должен спросить, можно ли тебе помочь. Это Аябупа. Это буква И. Аябупа. Это Аябупа. Это У. Зон. В Монте-Сори-классах создана особая среда, в которой дети действуют самостоятельно. Каждый тип навыков у ребенка лучше всего воспитывать в определенном возрасте, иначе можно упустить самый благоприятный для их формирования момент. Поэтому Монте-Сори-среда включает в себя ряд зон. Зону практической жизни, сенсорного развития, языковую, математическую, естественно-научную, двигательную и другие. Малыши занимаются с родителями, дети повзрослее самостоятельно. Младшим деткам нравится играть с водой, сыпать, пересыпать, как мама на кухне. В двигательной зоне детки тренируют крупную моторику, координацию движений. У более старших занятия серьезнее. В любой момент детям открыт доступ к Монте-Сори-материалам. Их особенность в том, что, занимаясь и играя с ними, ребенок сам видит свои ошибки и может исправить их без указаний взрослого. Он учится самостоятельно ставить цели и находить свой уникальный путь к ним. Мне нравятся пособия в нашей группе. Это мы их называем рамками. Здесь для ребенка созданы все такие моменты, которые ребенок может научиться самостоятельно застегивать пуговицы, расстегивать, застегивать молнии, застежки, всевозможные застежки. Всевозможные тут есть пуговицы и большого размера, и маленького. Есть шнуровка, есть крючочки, кнопочки. Это как раз для развития и мелкой моторики, и также для развития самостоятельности ребенка во вседневной жизни. В основном Монте-Сори дети познают мир сами. Но в начале занятия все же собираются вместе. Сами занятия начинаются у нас со звона колокольчика. Колокольчик звенит и на занятие приглашает ребят. Ребята собираются в круг, на котором мы обсуждаем какую-то тему. Тема, может быть, взята из окружающей среды, из какого-то математических занятий, из развития речи. Они предусматривают развитие всех, разностороннее развитие детей. Поэтому какого-то однообразного круга у нас не происходит. Затем обязательно мы используем пальчиковую гимнастику, что-то упражнение на развитие речи, упражнение, какие-то дидактические упражнения, на гимнастику, мимическую гимнастику. И затем уже ребята после этого круга постепенно расходятся по своим интересам. Несмотря на полную свободу, в комнатах нет беспорядка и хаоса. Каждый ребенок помнит и выполняет несколько основных правил. Ну, как правило, их всего три правила. Это я не мешаю другому, я убираю пособие на место, и я веду себя так тихо, как только могу. Правила одинаковы для всех, даже для взрослых. Дети знают, что это не пустые запреты, а то, что помогает всем жить дружно. Ребенок учится самостоятельно, чтобы постепенно, шаг за шагом, стать независимым от взрослых. Никита с 4 лет и до 4 класса учился по методу Монтесори. Сейчас ему 14, и он безмерно ценит опыт, который получил в Монтесори школе. Вот Монтесори мне дала, эта методика такой, неоценимый опыт самостоятельности. То есть я ей научился, и она вот во мне вложилась на всю оставшуюся жизнь. Переходя в обычную школу, в уже сознательном возрасте ребенок не испытывает особых психологических проблем. Единственную трудность могут представлять точные науки, в которых классическая школа не допускает разных подходов к решению задач. Перешел в обычную школу я в возрасте 4 класса. Перестраиваться было бы не так сложно, если бы не один предмет математика. Потому что в Монтесори у нас все было больше направлено не то, чтобы на вычисления, а именно мыслить логически, то есть мыслить самому и мыслить логически. То есть там тебя не направляли, как делать. Ты придумывал все сам, то есть как бы в своем мире. То есть тебе не говорили, вот делай так, делай так. Вот ты вот как делал, так и делал. Значит так правильно, значит так тебе удобнее. А вот в общеобразовательной школе, конечно, у меня с этим были проблемы, особенно с математикой. Ребенок – существо удивительное. В нем от природы уже заложен свой особенный потенциал. А мы, взрослые, должны лишь помочь ему раскрыться. Многие родители хотят реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты. Но каждый малыш индивидуален. И тот выбор, что он сделает сам, отнюдь не будет случайным. Ольга Медведева, Анастасия Бушуева. Для Легко.